Привет, с вами Вилсаком, iOS 10 Beta 1 уже доступен для разработчиков. Я провел с этой системой практически сутки и готов поделиться своим впечатлением. Более 100 изменений, наконец-то что-то новое! После унылых восьмерки и девятки прям глоток свежего воздуха. И давайте же узнаем поподробнее, что там нам Apple подготовила к сентябрю. Погнали! Выиграй iPhone 6s и MacBook от Вилсаком и кэшбэк сервиса Letyshops.ru. Подробности по ссылке в описании. Удачи! В одном из предыдущих роликов, в которых я рассказывал об ожиданиях от iOS 10, я оказался прав. Устройства на процессоре A5 эту систему поддерживать не будут. А это значит в сентябре мы прощаемся с iPhone 4s, iPad 2, iPad mini и iPod Touch пятого поколения, а также iPad 3. В iOS 10 Beta 1 новый экран блокировки. Слева теперь живут виджеты, а камера запускается свайпом направо. Более того, свайп to unlock тот самый больше не присутствует в системе. Разблокировка происходит двойным нажатием клавиши Home. Виджеты переехали на левый экран из шторки уведомлений, и на экране блокировки, если вы нажмете на что-то, потребуется ввести пароль. Также можно изменить положение этих самых виджетов. В общем, все привычно, но теперь в новом месте, в новом виде. Буквально изменился дизайн, теперь это такие большие светлые блоки, которые, как мне кажется, смотрятся свежо. Пишите в комментариях, что вы думаете вообще об iOS 10 Beta 1. В конце видео я расскажу, как установить эту систему и нужно ли это делать вообще. Не очень понимаю, зачем и почему, но многие реально ждали возможность удалять системные приложения, и теперь это можно сделать. Для организации свободного пространства или что-то в этом роде. Новые анимации, теперь они стали быстрее, более дерзкими, что ли. На самом деле смотрится очень-очень приятно. На iPhone 6s и 6s Plus появилась функция поднести и вывести из режима сна, когда вы поднимаете телефон со стола, загорается экран, удобно. Раз уж заговорили про 6s, функция 3D Touch стала более навороченной. Теперь это не просто контекстное меню, но еще и часть программы, причем эту возможность дали сторонним разработчикам, и все это впоследствии появится в системе. Надо было посмотреть, где Uber едет или какой номер у машины, нажали на иконку 3D Touch, и даже не надо приложение запускать. И какую-то информацию можно в виджеты сразу кинуть. Многие ждали, теперь если нажать сильно на иконку настроек, появятся пункт сотовые данные в том числе. Полностью перерисовали центр управления, и теперь в нем также поддерживается 3D Touch. Вы можете выбрать интенсивность фонарика и какие-то дополнительные вещи. К сожалению, верхний ряд иконок менять нельзя. И что еще более печально, 3D Touch там не поддерживается, зато он теперь вот такой разноцветный, чтобы вы понимали, что к чему и зачем. Более того, у любого приложения, даже то, которое по умолчанию не поддерживает 3D Touch, теперь есть такой пункт, и вы можете расшарить, например, ссылку на него из App Store. Экран блокировки изменился и на iPad, но здесь виджеты делятся на две колонки, правую и левую, и вы можете менять их независимо друг от друга, а также показывается погода. Фишка, которую многие ждали, теперь можно открывать две вкладки Safari параллельно друг другу в режиме Split View. Ну и сама Apple Music на iPad научилась работать в Split View, странно, что этого не было изначально. Темную тему, кстати, так и не завезли, но смотрите, как выглядит теперь приложение часы. Оно стало, ну, что-то похожее на то, что мы в будущем ждем, может быть, в следующих апдейтах iOS 10. При этом в часах появилась новая опция, которая называется «Время ложиться». Настраиваете время, когда вы хотите вставать, в какие дни должен работать этот будильник, сколько часов вы хотите спать, плюс-минус, и полетели. В идеале вся эта история должна как-то улучшить ваш сон, то есть вы хотите спать 7 часов, и телефон будет пытаться сделать так, чтобы вы спали 7 часов. Посмотрим, как это будет на практике, я не думаю, что это будет прям мега полезная штука, но пускай кому-то будет помогать. Новые фишки в фотографиях? Ну, там, лайффото можно редактировать, хрен бы с ними. Теперь фото сам организуется в так называемом пункте воспоминания. По идее, туда отбираются лучшие фотографии, которые вам могут быть интересны, и автоматически при желании можно создать ролик. Ну, на самом деле, достаточно прикольно. Субтитры сделал DimaTorzok чтобы прям вообще за душу брало, и я думаю, что вот эта штучечка будет народу нравиться. А еще Apple построила мать ее нейросети, научила iOS компьютерному зрению. Пишем машина, анализируются все ваши фотографии, где может быть машина, и это очень круто. iOS теперь понимает контекст, и на уведомления можно отвечать несколько иначе. Как дела? Контекст, отлично. Или, если потянуть уведомление вниз, открывается дерево переписки, чтобы вы понимали, о чем вы общались с человеком до этого, например. Если раньше для меня это, например, была абсолютно не юзабельная фича, то теперь, я думаю, это будет пользоваться спросом. Немного изменилась работа с уведомлениями. Теперь вы можете открывать их, например, с помощью функции 3D Touch, отдельно просматривать, а также самое крутое удалить все разом по дню. Например, за вчера мне больше ничего не интересно. До свидания. Опять же, ранее для меня шторка уведомлений была абсолютно бесполезной, разве что погоду посмотреть. Возможно, теперь станет получше. HomeKit теперь обзавелся отдельным приложением Дом, это некий хаб, в котором вы можете управлять всеми умными аксессуарами, поддерживающими HomeKit. Очень просто настраивается, пришли домой, две кнопки нажали, и у вас там жалюзи поехали вверх, свет включился, и все в таком духе. Пока, к сожалению, не работает, но идея понятна, и в ближайшем будущем, я надеюсь, это перевернет в каком-то смысле рынок умного дома. Новые фишечки появились и в календаре. Вообще, можно сказать, что так или иначе, новые фишки появились в каждом стандартном приложении. Например, почта, у нее есть такой замечательный виджет с контактами, а главное, цепочки писем образуются в беседу, и листать их намного-намного приятнее. Или отписаться от назойливой рассылки, на которую вы, возможно, и не подписывались, стало просто в один таб. В заметках появится возможность расшарить ее и сделать доступной нескольким людям, которые автоматически будут видеть изменения в реальном времени. Казалось бы, простая штука, но теперь она доступна по умолчанию. Полностью изменили стандартное приложение карты. Например, вы можете видеть температуру в правом нижнем углу, а функция рядом теперь стала более навороченной, и можно выбирать категории, и смотреть, что там из этого получается. На самом деле, картами в Америке пользуется достаточно большое количество людей, это у нас они не популярны. Начало маршрута в пункт назначения Lady M. Cake Boutique. Двигайтесь на восток по дороге Northcroft Avenue. Кстати, интерфейс навигации тоже изменили, он стал более дружелюбным, что ли. Приложение здоровья продолжает развиваться и выглядит уже не так отталкивающе, как раньше. Теперь можно прыгать по категориям, например, активность, или мне лично очень понравилась осознанность. Можно посмотреть, какое количество минут в течение дня вы пребывали в сознании. В общем и целом, правильной дорогой идет Apple, надеюсь, что в будущем все станет еще более круче, еще более навороченно, и самое главное, понятно и юзабельно. Но это все лирика, самое значительное изменение в приложении iMessage. Теперь тут натуральный цирк с конями, можно выбирать эффекты, с которыми вы хотите отправить сообщения. Можно выбрать шарики какие-нибудь, конфетти, или вообще адовую светомузыку. И вы знаете, что самое интересное, этим реально очень прикольно пользоваться. Не знаю, насколько это будет на практике часто встречаться, но это, по крайней мере, в первое время очень и очень весело. Можно выбрать анимацию, с которой сами сообщения будут прилетать. Вот это, например, хлопок. Также появилась автоматическая замена эмоджи. Пишу круто и ставлю класс. И эмоджи стали в три раза больше. В iMessage теперь можно рисовать, как это было раньше доступно на Apple Watch. Вы просто берете и, например, рисуете какой-нибудь текст, который отображается в iMessage так, как вы его нарисовали. Выглядит достаточно прикольно. То есть общение вообще стало каким-то реально очень веселым развлечением. Вы рисуете, выбираете эффекты, еще какие-то штуки. И на самом деле это классно. Например, эффекты могут отражать ваши эмоции. Я хочу отправить сообщение вот как-то громко или, наоборот, аккуратненько. Более того, у iMessage теперь есть собственный App Store. Как бы странно это не звучало. И вы можете ставить туда отдельные виджеты или приложения. Например, как раньше делали клавиатуры с гифками. Теперь это доступно все в непосредственно iMessage. Был слух, что iMessage появится на платформе Android. Пока не завезли, возможно, к выходу, там, в сентябре, например, с новыми айфонами это анонсируют. А пока радуемся тому, что есть. Теперь, если вы пишете длинный текст, а потом выбираете эмоджи. Кстати, не появилась отдельной кнопки, к сожалению. Он анализирует те слова, которые можно заменить этими самыми эмоджи. И самое прикольное то, что на русском это все тоже работает. Понятно, что многие сидят в телеграммах, вайберах, ватсапах и подобными эффектами. Ваймесседж их не заманить, но для тех, кто пользуется, все это будет приятным бонусом. В iMessage на самом деле много всего изменилось. Вот, например, рукописный ввод, более крутые ссылки и рассказывать можно бесконечно. При этом, моей любимой фишкой стали невидимые чернила, когда по сообщению или фотографии нужно провести пальцем, чтобы увидеть, что же там скрывается. В iOS 10 наконец-то появился русский толковый словарь. Теперь вы можете посмотреть значение слова, причем как с помощью словаря, так и сразу перейти в Википедию, если хотите что-то более замороченного. Наконец-то в Safari появилась возможность закрыть все вкладки одновременно, этого я давно ждал. Еще больше внимания в системе уделяется приватности и безопасности. Например, можете получить справку о небезопасной сети и что в этом случае делать. И наконец-то допилили функцию возврата к предыдущему экрану. Теперь статус бар не закрывается и выглядит это все намного более аккуратно, чем в iOS 9. И вообще, система теперь выглядит более аккуратно, что ли. Конечно, завезли новую обоину, вы ее наблюдаете на протяжении всего видео, и ссылка на нее будет в описании. В настройках музыки теперь отображается, сколько места занимает загруженная музыка и какая, а также можно настроить специальный фильтр по удалению старой, давно неиспользуемой музыки, оптимизация хранилища. Продолжает развиваться универсальный доступ, например, появились светофильтры, для людей с дальтонизмом можно подобрать разные оттенки, которые будут лучше видны на экране. При этом, конечно, в системе остались досадные приколы, типа, если приходит сообщение сверху, а вы используете удобный доступ, и экран съезжает вниз, то сообщения вниз не уезжают, и один хрен до них не дотянешься. Звонилка получила зачем-то русскую локализацию, теперь вы понимаете, где АБВ, а где остальные буквы. На самом деле, главная фишка в звонилке, если вы теперь ошиблись в номере, вы можете удалить конкретную цифру, а не перенабирать его заново, как это было раньше. Немного изменились контакты, и теперь проще назначить номер по умолчанию, если вы общаетесь с человеком, например, через конкретно сотовый, или может вообще вы ему звоните исключительно по вайберу. Кстати, скайпы и прочие звонилки получили специальные апи, и теперь выглядеть это будет как обычный звонок, очень удобно, но при этом Apple почему-то считает, что в 2016 году звонок это самое важное, поэтому свернуть, например, входящий никак нельзя. В App Store появилась отдельная категория, в которой хранятся категории, и это круто, потому что, например, они автоматически делятся на популярные, и если топ App Store это уже какое-то днище, то вот так будет достаточно удобно. У Siri теперь есть своя отдельная иконка, а самое забавное то, что для русской Siri появился мужской голос. Привет, Siri, какая завтра погода? Итак, завтра должна быть хорошая погода. Будет до 22 градуса. Расскажи анекдот. Сколько нужно айфонов, чтобы... Ладно, ничего. Как тебя зовут? Меня зовут Siri. Закажи такси, Siri. Простите, но вам придется продолжить работу в программе. Ну, во-первых, голос стал поживее, а во-вторых, на презентации показывали, Siri открыли для разработчиков, и, например, вы можете сказать, Siri, закажи мне Uber, и она это сделает, или он, ха-ха, или отправь сообщение в Телеграм, и это тоже возможно. В камере особых изменений не заметил, но кнопка поворота теперь находится снизу, что, конечно, намного удобнее, не надо тянуться. В режиме непрерывности теперь будут звонить только те устройства, которые рядом, а также появился некий спам-фильтр, и входящий звонок может автоматически помечаться как спам. Полностью изменился сервис Apple Music. Реально полностью новый дизайн, теперь есть плейлисты по дням, и это очень удобно. Отдельная категория для загруженной музыки, чтобы вы не потерялись. И вот все это делает его уже более-менее юзабельным. Я вам даже больше скажу, с релизом появятся слова у песен, и это ну крайне круто. Для установки iOS 10 Beta 1 вам понадобится iOS Beta Software Profile, который вы можете найти по ссылке в описании. Но учтите, публичное тестирование начнется в июле, сейчас в бете куча косяков, и нормально она работает разве что на iPhone 6s. Но если вас это не останавливает, делайте резервную копию, качайте профиль, и впоследствии сможете обновиться на бету по воздуху в разделе обновления ПО. Несмотря на то, что для этого ролика я отобрал более 50 нововведений iOS 10 Beta 1, как я и сказал, их намного больше, если что-то интересное пропустил, пишите в комментариях, пишите свои впечатления от iOS 10 Beta 1, ставьте лайки этому видосу, если вам понравилось, и хотите поддержать меня, подписывайтесь на канал, вступайте в мою группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой Твиттер, там еще вышло WatchOS 3, macOS Sierra, короче, рассказывать не перерассказывать. Пока!